МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По улицах отправляет в травмпункт все больше пациентов. Неразрешимые проблемы, люди с ограниченными физическими возможностями напоминают о своих наболевших трудностях. Опасная свинина. Сотрудники регионального Россельхознадзора запретили ввоз свинины из Орловской и Воронежской областей из-за вируса африканской чумы. Ну а теперь обо всем подробнее. Начнем с события общефедерального масштаба. Вчера стали известны результаты так называемого антирейтинга российских городов. Это исследование по расчету индекса бедности за 2014 год опубликовал Финансовый университет при правительстве России. Исследование проводилось в 2014 году в 35 городах с населением более полумиллиона человек. В ходе его россиянам предлагали оценить свое благосостояние по пятибальной шкале, где единица означала, что денег с трудом хватает на еду, а пятерка говорила о финансовой возможности купить даже недвижимость. На основе полученных данных социологи и рассчитали индекс бедности. Примечательно, что особый акцент в исследовании сделали на выявлении бедности среди молодежи, так как бедные и безработные молодые люди – основная сила социальных протестов. Рязань не попала в число самых проблемных городов, заняв 13 место. Однако в Рязани доля критически бедных молодых мужчин составляет 4%, а доля малообеспеченных молодых мужчин – 33%. Самыми же бедными, по мнению самих жителей, оказались Тольятти, Астрахань, Пенза, Волгоград и Саратов. А наименьшие проблемы с бедностью – во Владивостоке, Москве, Екатеринбурге, Казани и Тюмени. А теперь к другим городским новостям. Прокуратура Октябрьского района Рязани внесла представление Управлению благоустройства и дорожного хозяйства администрации Рязани за ненадлежащее состояние тротуаров на улице Политаева. А пожаловался на недоработку коммунальных служб местный житель. И после этого улицу Политаева вроде бы посыпали песком и специальной смесью. Однако в последние дни после недолгой оттепели установилась морозная температура. Потому и гололед не только не уменьшился, а даже напротив – толстая корка льда на тротуарах стал еще плотнее. Страдают от скользких дорожек горожане и в первую очередь старшего возраста. В последнее время в травмцентре народ только пребывает и пребывает. Оно и понятно – зима. А значит, гололед на дорогах и, как следствие, многочисленные переломы, ушибы, вывихи. Страдают все – от мала до велика. У лица пожилого возраста получаются одни травмы, у более молодых – другие травмы. У лица пожилого возраста, как правило, бывает очень много переломы лучевых костей. При падении человек пытается как-то смягчить падение, он упирается на руку. При падении появляется перелом лучевой кости. А у молодых, в основном, когда они поскальзываются, они пытаются балансировать, удержаться, у них при повороте толщи происходит поворот. Стопа стоит на месте, толщи поворачиваются и происходят переломы лодыжек. Доктора настоятельно советуют избегать скользких участков. Только как же их избегать, если ходить больше негде? Свободны от гололеда только проезжая часть, а тротуары песком не посыпаны. Вот и спешат люди, казалось бы, по делам, а в итоге попадают к врачам-травматологам. Кто сам, а кого привозят? Например, Александр привез свою тещу, сломавшую руку на скользком тротуаре Московского района. Поспешила, упала, да, и сломала руку. А Ольга Павловна пострадала от гололеда в противоположной части города, в районе торгового городка. При падении женщина повредила обе руки. Ой, падают, ну что вы не видите, это ведь все падение кругом. Не просто так сидят тут люди, а у всех вот, у бабушек почему-то в основном у всех руки поломанные. Видимо, страдать людям аж до самой весны. Время идет, дорога все такая же скользкая, а переломы и ушибы все такие же болезненные. В зимний период передвигаться по ледяным тротуарам сложно не только людям преклонного возраста. Горожанам с ограниченными физическими возможностями любой поход, хоть до магазина, поликлиники, ну или даже аптеки, становится крайне затруднительным, а порой и просто немыслимым. Впрочем, не только проблемы с передвижением испытывают рязанские инвалиды. Больше их беспокоят отношения членов общества, которые вспоминают о больных горожанах лишь по приуроченным памятным датам. Нелегкая жизнь инвалида становится и вовсе невыносимой в зимний период. Сугробы, скользкие тротуары, наледи на остановках – все эти, казалось бы, обыденные факторы холодного времени года для людей с ограниченными физическими возможностями превращаются в полосу непреодолимых препятствий. Регулярные собрания представителей общества инвалидов позволяют его участникам высказаться, поделиться своим опытом и своими очень значимыми для этих людей победами. Карманы троллейбусных остановок не чистятся. Кругом лед и снег. Вот как большие машины едут по дороге, и карманы все грязью этой засыпаны, то есть троллейбус устанавливается, и как хочешь, хочешь ныряй. Я иду по дороге. Машины мне сигналят, ругаются. У меня до головы выхода нет. Дорога, хоть чистый асфальт. Конечно, неприятно в меня, и грязью обдают, и все, но а что делать, иначе я не дойду до дома. Многие проблемы приходится решать своими силами. Но разве возможно взять и, например, собственноручно построить временный приют для ребенка-инвалида, чья мать была госпитализирована и вынуждена проходить стационарное лечение? Куда его деть? Я не хочу его сдавать, пока я жива, в интернат. Потому что я знаю проблемы интернатов и знаю, что это вот равносильно под кустик бросить ребенка и смотреть, как он будет там умирать. Поэтому пока я на ногах, пока я жива, он со мной. Я это вижу. И я знаю, что нужно моему ребенку. Ну вот на завтра я заболела. Мне нужно госпитализация. Элементарно аппендицит, например, вырезать. Его некуда деть. Мы эту проблему поднимаем более 20 лет. Отсутствие пандусов, чересчур высокие бордюры, походы в больницу, без которых инвалидам понятное дело не обойтись, превращаются в настоящее испытание. И никакого отзыва чиновников на просьбы о помощи социально незащищенных граждан. Очень много инвалидов, которые там первые группы, которые не ходячие у меня. И они мне звонят. Даже врачи, которых вызывают на дом, они не обслуживают. Которым нужна группу, как два года дают, а потом группу уже продляют или снимают. Не приезжают на дом вот эти вот врачи, которые должны давать группу. Проблема с пятой поликлиникой. Ежедневная суета не дает нам остановиться на минутку и подумать о таких с одной стороны элементарных, а с другой стороны важных вещах. О том, что кто-то, возможно, нуждается в нашей посильной помощи. Перевести через дорогу, донести продукты до остановки. Оглянитесь, не будьте равнодушными. Другая проблема пешеходов это надземный переход через Московское шоссе возле крупного торгового центра. Горожане жаловались, что с нагруженными сумками приходилось подниматься по лестнице, а не на эскалаторе. На сложившуюся ситуацию на сегодняшнем заседании регионального правительства отреагировал глава региона Олег Ковалев. Как сообщает сайт регионального правительства, губернатор Олег Ковалев поручил возобновить работу эскалатора в переходе на торгового центра «Премьер». Соответствующее распоряжение глава региона отдал сегодня на заседание правительства Рязанской области. Губернатор заявил, что у подъемника есть собственник, и если он взялся за дело, то нужно доводить его до конца. Можно было построить обычный пешеходный пирог. Но если вы построили, то, ребята, будьте добры эксплуатировать ее должным образом. Поэтому я прошу те службы, которые контролируют эти вещи, обратить на это серьезное внимание, выйти на собственника Олега Евгеньевича и потребовать от них исполнения своих обязанностей. В настоящее время экскалатор в переходе не работает, и рязанцам приходится подниматься по лестницам не оборудованным специальным покрытием. Губернатор отметил, что при таких условиях существует реальная опасность получения травм. Выяснить причины простой экскалатора поручено главе администрации города Олегу Булекову. Наша съемочная группа на днях побывала в злополучном переходе, и вот что рассказали люди. Вы с сумками из перехода идете, как вам переход? Ужасно, я уже сколько раз сюда езжу, и каждый раз возмущаюсь. Люди пожилые в основном ездят сюда и пешком подниматься, и тем более там такая грязь, хоть там сейчас и убирают, но это невозможно. С такими сумками подняться, что спуститься, во-первых, очень скользко, то, в итоге, и упадешь туда. Это невозможно, это слов нет одни мысли. Ну вот, когда экскалаторы работали, были более-менее ничего, а сейчас, конечно, сложновато ходить, особенно, когда с сумкой тяжело, вообще неудобно. А в мороз здесь вообще гололед, поэтому неудобно. Наливной пол вот это сделали. Вы сейчас на переходы переходили, да, с сумками? А вот как здесь тяжело ходить, как вообще приход? Конечно, тяжело нам старым. А вот по поводу эскалатора, он уже полгода не работает, очень плохо. Старым людям, особенно в морозную погоду, скользкий, переход вообще, покрытие очень скользкое. Мне кажется, когда строили, очень много сэкономили на этом. Извините меня, бабульки с сумками ходят. Я думала, вначале, когда только открыли, думала, будет все нормально, но уже вот полгода и все такая же ерунда, можно сказать, происходит. Так что я даже не знаю, о чем начальство думает. и сейчас вот смотрите, моют все, да, люди ходят, нельзя пройти, под ногами ведра, швабра над головой, вода тоже. Я не знаю, о чем он думает, не знаю. И еще одно важное постановление подписал Олег Ковалев накануне. С недавнего времени в Рязанскую область запрещено ввозить свинину из Воронежской и Орловской областей. Причина заражения вирусом чумы африканских свиней. Запрет будет действовать два месяца. В декабре прошлого года рязанский губернатор Олег Ковалев подписал постановление, которое запрещает ввоз в Рязанскую область живых свиней, продукции свиноводства, кормов и кормовых добавок. Срок запрета 60 дней. Данное постановление, причина его издания связана с тем, что в конце 2014 года на территории Воронежской и Орловской областей по данным Рослихознадзора были выявлены и подтверждены лабораторным способом факты возникновения АЧС в продукции. АЧС значит африканская чума свиней. Вирусные заболевания, характеризующиеся лихорадкой, цианозом кожи и обширным кровоизлиянием во внутренних органах. Несмотря на все эти страшные слова, свиная болезнь для здоровья человека безопасна. Опасность африканской чумы свиней заключается в том, что она, данное заболевание, оно влечет очень серьезные экономические последствия. связанные с тем, что при обнаружении данного заболевания в радиусе до 20 метров все свинопоголовье уничтожается. То есть, естественно, для владельцев свиней, для крупных предприятий это очень большой экономический ущерб. А чем больше убытки производителей, тем дороже издержки. Понятное дело, для экономики такое развитие событий неблагоприятно. Будет ли продлен запрет на ВОЗ, покажет исследование. Ранее признаки АЧС были обнаружены в белорусском мясе в конце ноября начале декабря 2014-го. Благо, Россельхознадзор следит за соблюдением чистоты мясного рынка, чтобы, как говорится, и люди сыты, и свиньи целы. А теперь о происшествиях. Вчера в Октябрьском городке горел пятиэтажный жилой дом. Несмотря на усилия огнеборцев, оперативно приехавших на место ЧП, хозяйку квартиры, откуда пожар начал распространяться, спасти, к сожалению, не удалось. Вечером 19 января в жилом доме на улице Октябрьской начался пожар. По предварительным данным, возгорание началось в одной из комнат на первом этаже пятиэтажки. Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия в считанные минуты. Самое страшное, что из-за сильного задымления жители второго этажа не могли самостоятельно покинуть дом. С помощью спецтехники удалось эвакуировать пять человек, среди них был ребенок. В тушении пожара были задействованы 14 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 4 единицы техники. В течение получаса огонь был ликвидирован. К огромному сожалению, хозяйку квартиры, той самой, в которой начался пожар, спасти не удалось. Причина происшествия устанавливается. Напоминаем, что телефон информационной редакции телекомпании «Город» 720020 и 720021. Если у вас возникают какие-либо проблемы или же неудобства, ну или вы стали участникам, либо свидетелям какого-либо интересного происшествия, то звоните нам и авторы программы «Время говорить» постараются помочь. Ждем ваших телефонных звонков. Далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии стал директор театра моды Олег Звезденков. И речь в беседе пойдет о предстоящих мероприятиях, которые наверняка заинтересуют рязанских любителей моды и стиля. А на сегодня это все и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова